Всем привет! Всех снова рада видеть на своем канале. Меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Сегодня делаю для вас новый расклад. Посмотрим все о нем, какая информация пойдет. Все то, что расскажут нам карты о загаданном вами человеке. Наблюдает за вами. То есть, если вы думаете, что этот человек думать о вас забыл, то однозначно нет. Все о нем. У этого человека в жизни сейчас какое-то существенное препятствие, бревно на его пути. Он планировал какое-то движение, возможно, какой-то рывок сделал вперед в надежде, что он прорвется. Но нет. На пути препятствие, и он не знает, в каком направлении дальше двигаться, потому что ночь, потому что темно, потому что нет понимания, как дальше продвигаться, продвигаться, как выстраивать траекторию своего движения. Карта Луна. Неизвестность, сомнения, опасения, страхи, внутренняя неуверенность. А на правильном ли он пути, а правильно ли он делал изначально. То есть, такой вот внутренний раздрай у человека. Но эта ситуация скоро у него, скажем так, выйдет на финишную прямую. У него будет рассвет в жизни. Он, скажем так, справится с трудностями. И у него начнется как будто белая полоса. Вот черная заканчивается полоса. Полоса невезения, полоса сомнений, непонимания. Что, почему, и как дальше продвигаться, чтобы улучшить ситуацию. Это все закончится. И человек будет продвигаться вперед достаточно уверенно. Много работает. Много работает для того, чтобы чего-то достичь в этой жизни. Хочет полной перезагрузки своей жизни. Старший аркан, мир. Хочет обнуления какой-то ситуации в своей жизни. Ну, возможно, он просто работает для того, чтобы преодолеть все неприятности. Ту самую, так называемую, черную полосу своей жизни. Ну, и есть у него женщина на сердце, да, которая вдохновляет его, воспоминания о ней вдохновляют его двигаться вперед. Что еще нам карта расскажет? Ну, он стремится к силе, к мудрости, да, то есть он пытается извлекать какие-то уроки из тех ситуаций, в которых он сегодня находится. Он делает выводы, он достаточно разумный человек, но он в плену каких-то энергий. В плену энергий. Обязательства. Смотрите, карты очень выпали сложные. Им подписаны документы. Что-то он взял на себя, какую-то ответственность. И как будто бы опутал себя вот этой ответственностью. Это какой-то союз партнерский. Два стула, два прибора на столе. То есть здесь как будто бы с кем-то он заключает какой-то договор. Это сковывает его. Как будто бы связывает по рукам и ногам. И он вынужден, видимо, поэтому, да, отчасти, поэтому еще и очень много работать. У него обязательства. Он обязан что-то отработать. Вот такой момент. Что у него в личной жизни сейчас? В личной жизни время. Он чего-то ждет. Выжидает в личной жизни у человека разрыв, конец отношений. Довольно-таки болезненный корабль в огне. Это конец. Это крушение всех его надежд, планов из-за обмана. Карта выходит, указывающая на обман. Но он выжидает время. Почему выжидает? Он на что-то надеется? В окружении этого человека есть женщина. Выпадает она мастью ключей. Королева ключей, либо пентаклей. Она ведет какую-то игру шахматы. Карта шахматы. Это игра. Это закулисные какие-то интриги. Это продумывание ходов. Это манипуляции лживые, различные, обманные. Это что-то за его спиной вот эта дама придумала. Но он боится противостояния с ней. Он боится с ней выйти на конфликт. Уходит, уходит от конфликта. Он понимает, что если он пойдет на конфликт, он получит пустоту, воздушный шар. Зависим в чем-то от этой женщины. А он зависим, видите, в чем. Масть ключей выходит. Их связывает что-то материальное. И он очень сильно зависимый. Он сейчас на горе находится. То есть есть продвижение вперед. Есть какие-то возможности. Открыты какие-то двери для него. Но конфликт с этой женщиной приведет его к тому, что он просто скатится с этой горы. Будет падение его. Однозначно он думает о том, как избежать конфликта, как всячески этой даме угождать. Вот это его сегодня основная задача, можно сказать. И он, конечно, много работает. Реально этот человек много пашет. Ему не сладко. Но он привык переступать через себя. Он идет вперед. И у него будет рассвет. Давайте посмотрим ближайшее будущее этого мужчины. Рассвет, знаете, будет в каком плане у него. Не то, что вот прям все замечательно вдруг станет. Нет, у него закончится один этап жизненный. Он пройдет полную трансформацию. Еще будет у него история, когда ему будет еще хуже, чем сейчас. Он будет... Он сейчас уже связал себя по рукам и ногам какими-то обязательствами. Да, я говорила, там документы подписаны. Но будет момент, когда вот он в тюрьме будет как будто бы сидеть. Еще больше обстоятельств сожмут его как будто бы в кольцо. После этого будет тяжелая трансформация у человека. Он будет делать определенные выводы для себя. И он определит для себя совершенно новое направление в жизни. Он будет строить, выстраивать совершенно другую жизнь. По карте Король Рос. Можно сказать, что человек выберет чувства, если у него выбор стоит между чувствами и карьерным ростом. Он выберет чувства. Но это будет не быстро. Карта Смерти. Это глубокая трансформация. То есть человек должен вначале упасть вниз и быть в этой темноте какое-то время. Да, что-то понять, что-то осознать. Он что-то потеряет однозначно. Очень серьезные потери будут в его жизни. Но после этого он осознает, что в жизни для него на самом деле лучше. Что важнее для него. Он поймет, что чувства, что любовь, что духовность это важнее материального. Здесь он может разорвать все-таки в итоге связи с этой дамой ключей, с которой он сейчас боится конфликта. Он разорвет, скорее всего, с ней отношения. У него как будто во второе рождение. Он будет, конечно, проходить еще, знаете, как будто бы семь кругов ада. Стоит, смотрит на огонь. Вокруг хаос, бардак. Он пытается как-то восстановиться. Очень тяжело ему внутри. Как будто бы не хватает энергии. И на физическом уровне у него самочувствие, может быть, не очень. И на психологическом. Он пытается как будто энергии откуда-то взять, чтобы были силы дальше жить. Но тяжело. Тяжело, но помощь будет. Архангел Гавриэль. Это помощь выше. Этому человеку. Ему дано пройти глубокую трансформацию. Для того, чтобы выйти на свой путь. Он сейчас проживает не свою жизнь. Он стремится не к тем целям. Он много работает, но это не принесет ему результата. Он поймет это позже. Он сейчас думает, что чем больше он будет вкладываться, тем больше он получит. Ничего он не получит в итоге. Потому что дама, вот эта дама ключей, она привыкла получать от людей. Она привыкла использовать людей в своих целях. Она может наобещать золотые горы. Но в итоге человек их никогда не получит. И этот мужчина через эту женщину придет в глубокую трансформацию. Почему он попался на крючок этой женщины? Почему так зависим от нее? Потому что эгоист, эго. Если мужчина находится в зависимости от женщины, значит он эгоист. Он слишком любит себя. И на этом женщины очень хорошо могут играть, скажем так, манипулировать этим. Смотрит на себя в зеркало. Думает, вот какой я молодец. Строю карьеру. Продвигаюсь вперед. И у меня это получается. И у меня есть покровительница моя. Та, которая меня будет вытаскивать из каких-то сложных ситуаций. Но этому человеку, повторюсь, суждено пройти глубокую трансформацию. И он очень сильно изменится. Он переменит свои взгляды на жизнь очень резко, молниеносно, молния. Его жизнь расколется на до и после. На до и после. Да. И после этого, после этой трансформации, он поймет, поймет, что есть в этом мире духовные ценности. Ну, не всем это дано понять. Этому мужчине, можно сказать, повезло. Он еще подлежит исправлению, да? Ну, если с точки зрения Вселенной рассматривать этого человека как Личность. здесь Вселенная решает в какой-то момент поставить его на путь истину. Вот он проживает сейчас не свою жизнь. Он, у него глаза закрыты. Он работает, видит иллюзорный результат. Иллюзорный. Это самообман. А Вселенная его ставит на путь и говорит, вот он твой путь. Это не твое. Твой путь более духовный. Будет ему, конечно, тяжело. Потому что раскол на до и после. Вот когда в жизни происходит это событие, такая трансформация. Это, конечно, очень тяжело. Но сознание людей очень быстро меняется. Человек становится на тот путь, на котором он, собственно говоря, и должен был изначально быть. И все в его жизни станет на свои места. Он получит какой-то опыт. Он получит определенные знания. Он чему-то научится. Безусловно, нас любая ситуация сложная она учит чему-то. И даже зависимость от каких-то людей она тоже нас чему-то учит. Любой человек, который встречается в нашей жизни, он всегда нас чему-то учит. И мы, соответственно, чему-то учим кого-то. У него будет все хорошо в жизни. Он один не останется. Отношения у него будут, если вы сейчас на расстоянии, то есть вы не вместе с этим человеком. У вас есть хороший шанс создать отношения, восстановить отношения, если они были ранее. этот человек больше создан для духовной жизни, нежели для материальных ценностей. карты опять говорят о том, что сейчас он этого пока не осознает. У него цель сегодня заработки, но он не понимает, что он идет не по своему пути, он ничего на самом деле там не получит, он вложится по полной программе, потом сильно разочаруется, упадет на дно, пройдет глубокую трансформацию, сделает какие-то выводы определенные и выйдет на свой духовный путь. Он не будет один, у него по судьбе идет женщина, да, женщина достаточно такая, знаете, как она лидер, вот она владеет чем-то, будет женщина рядом с ним, она как будто бы немножко над ним будет, но не так, как та дама ключей, он от нее прям сильно зависит, а эта женщина, которая ему по судьбе, она в руках держит документы, то есть она чем-то будет владеть, она будет немножко выше него, да, как бы вот рулить отношениями будет. Вот такая женщина ему по судьбе, и она смотрит вдаль, то есть она будет эти отношения продвигать, она будет в отношениях лидер, но это неплохо. Но тяжелую трансформацию он должен пройти. И трансформация это процесс небыстрый, потому что здесь должно поменяться именно подсознание человека, он должен для себя определиться, потеряв все, он должен определиться, в каком направлении ему дальше строить отношения. Если этот человек из вашего прошлого, он за вами однозначно подсматривает, вы были и остаетесь любимой женщиной. Три карты замечательнейшие выходят у нас в итоге расклада. Вот смотрите, он наблюдает за королевой роз, и карта еще одна, за ней такая интересная картина, романтическая, романтический закат, или рассвет, корабль, воды, то есть он испытывает эмоции, чувства достаточно глубокие к этой женщине, к королеве роз. Вот смотрите, эта женщина все-таки будет рядом с ним, но повторюсь, она будет лидером, но на это согласен. То есть это отношение мне будет никак мешать. Ну вот такой расклад у нас сегодня. Человек выйдет на свой путь, дайте ему время трансформироваться, осознать, где его путь, где не его путь, где ложь, где правда, дайте ему разобраться в себе. Спасибо вам за внимание. Жду ваших комментариев, лайков, дизлайков. Мне всегда приятно любая ваша обратная связь. До встречи в новых раскладах. Редактор субтитров